Добрый день, дорогие друзья! Пришло время рассказать про игру Nioh, которая является эксклюзивом PlayStation 4 и вполне возможно она сподвигнет вас на покупку данной консоли, особенно если вы являетесь фанатом игры Dark Souls. У него является долгостроем, очень большим долгостроем, ее анонсировали в 2004 году впервые, долго что-то думали, оттягивали, переделывали, несколько раз меняли концепцию, наконец, компании Koei и Tecmo объединились в одну корпорацию и поручили студии Team Ninja сделать, доделать начатое, наконец-то. Студия Team Ninja, создатель знаменитой файтинг-серии Dead or Alive и суперхардкорного слэшера Ninja Gaiden взялась за работу спорно, отмела все предыдущие концепции и решила предложить что-то свое. Ну как свое? Они взяли за основу Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, эту вот общеизвестную концепцию, на данный момент общеизвестную, в конце концов уже 5 частей вышло. Они взяли ее, приправили все это немножко Дьявла, приходится очень внимательно следить за экипировкой и радоваться выбиваемым из врагов шмоткам. И в конце концов разбавили все это знакомой, ну, немного знакомой по Ninja Gaiden боевой механикой. В итоге получился и увлекательный слэшер, и отличная ролевая игра, и такое себе давящее мрачное приключение в духе Souls, но на древнеяпонском каком-то острове. Начнем сначала. Дело в том, что сейчас на PlayStation 4 идет альфа-тест данного продукта, многим людям игра понравилась, и они с нетерпением теперь ждут, когда она же наконец выйдет. И я жду тоже в том числе. Ну, а начнем мы с очень простого, с представлением главного героя. Им оказывается белобрысый воин, подозрительно похожий на Геральта из Ривии, очень подозрительно и очень похожий, да, такой белобрысый блондин с конским хвостом, которого выбрасывает на берег после кораблекрушения. Он поднимается, берет первую попавшуюся в руки Гатану и идет осваиваться, получает от всех пришлых самураев, солдат, демонов, зомби, получает по полной программе, умирает по сотни раз, пока наконец не понимает, что боевка здесь намного сложнее, чем в Souls. Чтобы обойтись без лишних смертей, ну и устроить просто показательную демонстрацию, мы возьмем персонажа уже практически в конце демоверсии, где-то за 20 уровня, он уже такой аж 20 уровень, да, вот, и продемонстрируем, что здесь к чему. Очень многие элементы, конечно же, из Souls покажутся вам знакомые, но, уверен, найдется чем вас удивить. Начнем с того, что боевые стойки в этой игре есть. Сейчас мы этого товарища немножко убьем. Итак, стрелы подберем. В этой игре есть боевые стойки. Верхняя стойка имеет свой набор ударов, да? Вот такие вот красивые. Средняя стойка предназначена для более быстрого боя, ну и работа такая по территории, как несложно заметить. То есть, можно сразу выбивать кучу противников. Ну и нижняя стойка призвана для того, чтобы быстро ликвидировать каких-то особо прытких противников. Благо, и в этой игре их тоже достаточно много. И, по-самурайски, прячем, прячем оружие за спину. Относительно Dark Souls, есть хорошо знакомая возможность напрыгивать на противников, убивать их одним ударом. Сейчас постараемся вот это... Ай. Лучники дюжим подлые. Ах ты. Ах ты, гад. И это я прокачанным воином. Сложность данной боевой системы заключается в том, что у главного героя есть выносливость. Да, она есть и в Dark Souls, но в данном случае выносливость играет первостепенное значение, потому что если ты вот так вот намашешься, если у тебя кончилась выносливость, то ты просто замираешь. Вот, всё, я ничего не могу сделать, ещё нескольких секунд. Если по тебе в этот момент проходит повреждение, то, увы, всё, тебе, скорее всего, крышка, потому что враги тебя запинают за милую душу. Пойдём посмотрим на других парней, что они могут предложить. Как обычно, каждому бою, какой бы уровень у тебя ни был, нужно подходить с очень большим вниманием. Этот противник, да, очень... Очень страшным. Переключимся на ближнюю стойку. Вот, я ему сейчас, видите? У него закончилась стамина, и я его повалил на землю, и достаточно простым манёвром, способом запинал. Так, лучника убиваем в голову прицельным выстрелом. Что мне в этой игре нравится? Из лука может стрелять, в общем-то, любой герой. Как это уже привычно по Dark Souls, мир мы узнаём, исследуя большой лабиринт. Лабиринт трёхмерный, можно бегать по крышам. Можно находить, да, странных ребят. Чёрт побери. Вот и всё. Внезапно. Стоит замешкаться. Ну, благодаря этому мы познакомимся с ещё одной составляющей игры. Дело в том, что у нас есть дух. Дух. И этот дух... Мы его... Он нас наделяет... Позволяет, точнее, нам... Какие-то особые способности. Ах ты ж, чёрт. Вот. И это, кажется, уже прокаченные герои. Точнее, прокаченный герой. Но... Как видно, не слишком-то это ему помогает, да? Так, как и в Dark Souls, здесь есть своего рода фляжка. Да, можно кушать пирожки в процессе боя. Чёрт. Надоели. Не смотрите на огромное количество выпадающих вещей. Зачем они нужны, я покажу чуть позже, когда мы вернёмся. Вернёмся. Так, слетают головы с плеча, а мы идём вперёд. Как обычно, немножечко облегчаем себе жизнь при помощи лука. Лук в том числе нужен для того, чтобы лучникам мало не казалось. Чёрт, у меня уже и броня слезла. Вот. У меня закончилась стамина. Очень много хитростей в этой системе. Очень нужно быть внимательным. Очень много секретов. Очень много. Поэтому нужно обшаривать каждый закололок. Возможно, там найдётся что-нибудь приятное. Ну, здесь я уже всё обшарил. Уже всё знаю, что к чему. Поэтому сюрпризов каких-то мне на данном уровне уже никто не может преподнести. Боссов тоже пришлось уже убить. Так что да. Поэтому просто бегаем, смотрим, что к чему. Смотрим на то, как красиво декорирован этот мир. Так же, как и раньше, здесь есть срезки. Есть очень много срезок. Вот такие вот приёмы тоже имеют значение. Сейчас вернёмся к тому типу, который нас убил. Ха-ха. Благодаря суперприёму я теперь могу делать всё. Итак, мы вернёмся сейчас к карте. Вернёмся, точнее, к нашему... К нашему алтарю. Здесь вместо... Здесь вместо костров мы возвращаемся к святилищу. И вот святилище здесь является одним из самых интересных таких вот элементов. Поскольку оно позволяет нам производить огромное количество махинаций. Начиная с прокачки уровня, заканчивая... Здесь мы, как обычно, можем прокачивать уровни. Для этого уже нам сейчас вот для... О, у меня уже 25 уровень. Для этого нам нужно, ну, достаточно много душ, скажем так. Здесь это называется Амрита. Что это такое, сказать точно не могу. Но в любом случае, это выбивается из врагов. Прокачка очень похожа на ту, которая есть в Demon's Souls. Вот мы убираем какие-то характеристики, увеличиваем их, на этом всё. И увеличение данных характеристик определяет повышение пассивных навыков. Мы можем поменять духа, духа сопровождающего. Духа, который будет речь над нашей могилкой после того, как мы откинемся в мир иной. Как несложно видеть, духи показывают, духи определяют какие-то тоже пассивные навыки. Так что имеет значение. Это да. Потом, можно жертвовать. И вот это является одной из самых интересных составляющих игры. То есть, можно весь хлам, который мы находим, можно жертвовать. Этот хлам превращается в души, что тоже очень приятно. Ну, поскольку я жертвую всякую ерунду, да, то есть, и получаю эликсиры. Эликсиры одноразового действия в данном случае, они помогут во время единичной пробежки. Но не помогут нам, к сожалению, во время... Ну, после смерти. Они просто сгорят. Так что баланс какой-то здесь есть. Берем все оружие, весь хлам, который навыбивали, и отдаем. Хлам, это значит белое. Выпадает это случайным образом. Как несложно заметить, для этого не надо ждать. То есть, нет определенного числа. Вот я там спалю, например, 10 перчаток и получу какую-нибудь награду. Нет, здесь это не так работает. Получается иногда быстро. Иногда можешь спалить 20 вещей, ничего не выйдет. А иногда после первой, второй какой-нибудь подарочек от башков обломится. Жертвовать вещи нужно обязательно. Во многом из-за того, что рюкзак не бесконечный. Помещается там ограниченное количество вещей. И, знаете, очень накладно бывает, когда собираешь, убиваешь какого-нибудь особо сильного врага. С него упадают очень соблазнительные вещи. А до светилища еще далеко. И не факт, что добежишь. И после того, как ты к этому светилищу подойдешь, вещи... И, в общем-то, весь уровень перезагрузится заново. Да, элемент хорошо знакомый по Dark Souls. В принципе, если так вот смотреть, эта игра очень напоминает Dark Souls не только функциями, но и интерфейсом. Вот, здесь можно... Также лежат вот эти огоньки, из которых мы добываем вещи. То есть, если видите где-нибудь огонек, значит, вот этот огонек определенно означает, что там находится какая-нибудь вещица. Причем вещица, скорее всего, полезная, а если она находится в труднодоступном месте, то она гарантированно полезная. На уровнях также можно найти вот этих странных зеленых человечков. Зеленые человечки нам нужны для того, чтобы... Блессинг. Это значит, что мы будем получать их благословение. Находим человечек в разных шапочках. Человечки в разных шапочках даруют нам разнообразные бонусы. Вот, человечки в красной шапочке даруют нам увеличенный шанс выпадения оружия. Человечки в черных шапочках брони. Понятно. И человечки в желтых шапочках самые полезные, поскольку увеличивают процент получаемого опыта. Пока на 5. Ну, каждый дает плюс 5. Соответственно, найдем всех. Будет плюс 15. Ура, ура. А это уже очень и очень существенная прибавка. В общем, этих человечки тоже является очень и очень таким неплохим подспорьем в процессе прохождения. Особенно, когда нужно выбивать оружие. Дело в том, что оружие и броня тут ломается. Поэтому приходится, да, приходится думать. Так же, как и в Dark Souls, здесь можно вызывать к себе на подмогу других игроков. Да, на это у нас ограниченное количество чаш, так называемых. Но, вот, допустим, поставили чашу, ждем. Может, кто-нибудь придет нам на помощь. Может, кто-нибудь нам поможет. Ну, и, наконец, джитсу. Джитсу – это наши талисманы. Талисманы, которые позволяют нам ненадолго усилить оружие. Что тоже очень и очень важно. И, если вы обратите внимание на портретик нашего духа сопровождающего. В данный момент он у нас такой наполовину как бы осветлился. Вот, если его осветлить полностью, то можно превратиться в супердемона. Ненадолго, конечно, это действует. Но, тем не менее, это позволяет ему достаточно быстро, достаточно быстро и четко разобраться с врагом. А то и с толпой врагов. Герой ненадолго становится неуязвимым. Сила атаки его увеличивается. Так, ну, заточим. Так. Ё-моё. Да. На. Бомбочку. Так, мы погибли. Мы погибли во многом для того, чтобы показать, как оно на самом деле работает. Вот как теперь нам предстоит забирать опыт. Если мы погибнем второй раз, то опыт мы, естественно, уже не вернем. Кстати, мы сейчас вот идем по... Так, возможно, для того, чтобы победить, нам нужно немножечко улучшить нашу амуницию. И вот тут мы встречаем другой элемент игры, который нам очень напоминает Диабло. Интерфейс, как и несложно увидеть, конечно, напоминает Dark Souls. Так вот, для начала выбираем топор. Топор у нас превосходный. Сам по себе. Или молоток можно взять. Не надо. Спасибо. Все у нас в этом плане хорошо. Лук превосходный. Стрел выше крыши. Но шапочки у нас начинают ломаться. Это неприятно. Оу-у-у-у. У-у-у. Какая волшебная шапочка. Нормально. Или даже вот так. Так. И вот так. И теперь... Теперь у нас просто супер бронированный парниша получился очень и очень приятным. И выглядит очень и очень брутально, надо признать. Ну, посмотрим, как теперь сейчас будет вестись этот супер... Супер прокачанный парниша. Одной левой. Дело в том, что на этом уровне враги достаточно сильные. Очень сильные, на самом деле. Ага. Там еще один. Закоулков очень много. Маршруты хитрые. Поэтому, чтобы изучить этот остров, придется потратить все очень много времени. При изучении НИО, вот этой самой альфа-версии, я потратил, наверное, больше времени, чем на прохождение иных игр. И это на самом деле так. Так, а стрелы, да, здесь нужны не столько для убийства врагов, сколько для их выманивания. Поскольку эти ребята обожают группироваться, но поскольку у нас не очень получается разбираться, когда их толпа... Блин. Получи, фашист, гранату. Не успел позаблакировать. Нет, приятель. Ты сегодня домой к жене не вернешься. Вот так, постоянно. Не вернешься, я же сказал. Да, персонажик наш подрос. Сильный стал. Дерзкий. Раньше от этих парней бегал, кувыркался. Не мог с ними ничего толком сделать. А теперь-то как? Прям как воин-самурай. Так, а это мы сейчас пришли в самую-самую начальную локацию, которая нам открывается, когда стартует игра. Вот, нас выбрасывают на берег где-то там. И мы приходим вот к этому светилищу. Ничего еще толком не происходит. Ничего еще толком не знаем. Мы выходим сюда и начинаем понемногу узнавать этот негостеприимный мир. Негостеприимный мир, в котором нас, черт побери, постоянно пытаются убить. Ну, по крайней мере, с назначением светилища более-менее понятно. Непонятно, что скрывают вот эти вот оставшиеся таблички. Зачем они нужны? Можно ли будет здесь крафтить оружие? Самое главное, можно ли будет здесь чинить оружие? Потому что, в смысле, если здесь какой-нибудь кузнец, который нам починит и оружие, и броню. Потому что как-то прискорбно, когда все это со временем начинает заканчиваться. Как видим, вот эти зеленые человечки перебегают от одного светилища к другому. Кстати, если их атаковать, они прячутся. Ну, потом снова появляются. Так что, ничего страшного, не бойтесь лишний раз их пынуть. Они, ребята, безобидные, точнее, быстро все прощают и возвращаются. И вот тот парниша, которого мы только что убили, несложно увидеть. Он снова возродился и, ура, позволяет нас снова его убивать. Таким образом, бегая туда-сюда, можно муторно, уныло, долго набивать опыт. Ну, всем фанатам Dark Souls подобная механика будет понятна. Теперь вернемся к стойкам. Вот эти знаменитые стойки, которые верхняя, нижняя, задняя. Или там можно спрятать за спину. Какие еще элементы можно в этой игре увидеть? Ну, естественно, как и в Dark Souls. Можно посмотреть все вещи, которые у нас с собой есть. Можно посмотреть на свой статус. Что к чему? Да, вес имеет огромное значение. В том числе для передвижения героя, для его мобильности, скажем. О, пришел. Я уже забыл, что здесь светилище поставил. Точнее, поставил чашу в светилище на призыв друга. Вот, сейчас поберем. Вот, а этот парень владеет самурайским мечом. Причем, вроде, так. Как-то не очень уверен, он им владеет. Потому что товарищ все еще жив оказался. Так. Так, на групповые разборки. Вот так, мы их всех победили. Так, собираем лут. Лут нам очень важен. Очень полезный, очень грамотный элемент. Есть небольшая проблема из боевой системы с наведением. Это, да. С наведением, с наведением. Так, за убийство, кстати, таких вот особо сильных врагов нам добавляется одна порция. Таким образом, можно неплохо раскачаться перед визитом к очередному боссу. А визиты здесь... Визиты здесь имеют... Да, такие... Два дятла застряли друг напротив друга. Устали. Ну, пап... Ух ты, какая у него шабля. Какая у него шабля. Ну, вот. А теперь мы к финальному боссу подходим. К финальному боссу этого уровня. Финальный босс очень неприятен на вид. И... Угрожает нас всех победить! Черт побери. Так, моя задача оставаться живым как можно дольше. Потому что как только я умру... Как только я умру... Сразу же все закончится. Все. Блин! Куда я пошел? Мать! Вот так вот неудачно, вот так вот неуютно. В целом же, что хочется сказать по поводу данной игры. Да, она несомненно уступает Dark Souls в атмосфере. Вот этот пив Dark Souls очень и очень большое значение. Имеет именно атмосфера вот этого вот сумасшедшего мира на грани, то ли после апокалипсиса, ну, короче, поглощенного тьмой. Здесь, ну, как-то остров, самураи, демоны, солдатики. Все это в такой типичной восточной стилистике. Мне такая стилистика очень нравится. Я не скажу, что для меня лично это является недостатком. Для меня это, напротив, большое и огромное достоинство. Потому что игры типа Анимуша. Анимуша! Я очень люблю, но, к сожалению, давным-давно ничего подобного не было. Японцы про свой национальный колорит в последнее время забывают. Вот, вот, у них даже здесь герой какой-то странный европеец. У него, видите ли, папа самурай. Вот, а мама европейка. Ну, вот такой вот получился белобрысый воитель. Вот, который вполне себе самоотверженно сражается со всеми порождениями зла. Хотя злые ли местные самураи, сложно сказать. Мда. И без автоприцела достаточно сложно здесь. Ах ты гад, ну. Твою мать. Да, сложно сказать. Помолимся. Ребят, как вы тут? Нормально? Все хорошо? Окей. Светилищ, кстати, на этом острове достаточное количество для того, чтобы, ну, добежать до одного из них. Потом уже не париться и пытаться пробить сопротивление противника. Ну и заодно разгребать вокруг все сокровища, которых тут набросано очень и очень много. Разбираться с этими ребятами лишний раз мы не будем. Подустали, естественно. Хватит уже с них. А деревенька сама по себе любопытная, любопытная и страшная. Кстати, для того, чтобы вот эти вот ворота открыть, пришлось пройти через нее и завалить очень и очень много мини-боссов. Очень много мини-боссов, да. Касательно производительности, разработчики решили подойти к этому вопросу с неожиданной стороны. Кстати, про этот момент я совсем забыл рассказать. Дело в том, что здесь есть графические настройки. То есть, как графические настройки? Не совсем графические настройки. Можно выбрать, или ты играешь в 1080p, но с тормозами, с подтормаживанием, скажем так. Или ты играешь 720p, но с FPS где-то около 50, при среднем FPS около 50. То есть, никто не гарантирует вам, конечно же, что все будет хорошо. Но, тем не менее... Вот, видите, у нас даже топором можно стрелы отбивать. Да, но никто не гарантирует, что FPS будет все время возле этого значения. Он все-таки достаточно скачущий. Что, кстати, при достаточно скромной игровой графике, ну, вызывает вопросы в умении японских программистов хоть что-то адекватно делать. Да, о, трупик. Soulstone. Да, как знакомо. Что стоит сказать по альфа-версиям? Игра получилась хорошей, интересной, интригующей, самое главное. Неизвестно, насколько она будет большой. Но в ней есть, в отличие от Dark Souls, то есть выгодные ее отличительные черты. Это ни в коем случае не укор Dark Souls, это просто показатель того, что, да, есть на свете люди, которые придумывают что-то свое. Здесь есть... Да, каждую стойку. Каждую стойку можно прокачивать. Можно увеличивать ее пассивные характеристики, можно добавлять какие-то новые приемчики. Ну, этого пока мало. Пока этого мало, но... Ну, все впереди, что называется. Все впереди. Так. Вот, можно увеличивать и магию, и мечи, умение владения мечом, копьем, топором. Ну, кстати, да. Если вот сейчас вот фанаты Dark Souls должны так удивленно нахмуриться, потому что здесь, увы-увы, фактически три вида оружия. Три. Это, во-первых, топор, катана и, в общем-то, копье. Ну, по крайней мере, в альфа-версии. Не сложно заметить, что чем выше класс оружия, тем больше у него статус эффектов. Несомненно, какой-нибудь фиолетовый лучше синего, синее лучше желтого, а желтое, естественно, лучше беленького, самого обычного. Вот то же самое касается и луков, и брони. И, опять же, огромное количество резистов, огромное количество сопротивлений к разным стихиям тоже имеет огромное значение в процессе схватки с определенными врагами. Ну, на этом острове пока нет, здесь, как таковых, магий, магов нету. Вот, но я так понимаю, что все это будет задействовано впоследствии, чем дальше зайдем, да, соответственно, тем более опасны, тем более сильные враги нас будут ожидать. Это, да, броня делится на головной убор, латы, перчатки, собственно говоря, нагрудник, сапожки, штанишки. Все хорошо. Медальончики у нас есть. Ну, вот, кстати, да, медальончиков. Вот, один-два можно надевать. И выбираем три активные вещи. Ну, и также духа. Духа, который с нами будет бегать. Ну, и я надеюсь, что в итоге, когда игра выйдет, когда она наконец-то дойдет до финального релиза, у разработчиков получится что-то действительно мощное, что-то действительно интересное. Главное, длинное, длинное. Вот первый этот остров произвел очень и очень приятное впечатление. Напоследок расскажу еще об одной особенности игры. Дело в том, что здесь есть кооператив. Мы его видели, мы его только что наблюдали. К сожалению, он не позволил нам реализовать наши планы из-за нашей тупости. Ну, тут, как я уже говорил, достаточно сложно поддерживать и игровой темп, и пытаться одновременно что-то рассказывать. Но это так. Пвп, как такого, нет. Нет возможности вторгаться в другие миры. Или я, по крайней мере, в данной альфа-версии их не увидел. Возможно, они появятся в дальнейшем. Но на месте, вот там, где погиб человек, другой игрок, появляется вот такой вот знак. Этот знак означает, что он здесь умер. В Dark Souls это кровавые пятна для того, чтобы можно было посмотреть все последние секунды жизни товарища по несчастью. Здесь вот такой вот значок. Я долго не понимал, что это такое, но потом решил попробовать. И оказалось, что это местный вариант ПВП. Причем ПВП получается бесконечным. То есть мы призываем на свою сторону вот конкретно этого игрока. Он, конечно, под управлением искусственного интеллекта. Вот. Интеллект, кстати, достаточно прокаченный. Ай-ёй-ёй. Вот он прокаченный, но... Но не шибко-то умный. И с определенной долей вероятности из него выпадет то, что на нем надето. Таким образом, можно спокойно подыскать себе нужное обмундирование. Даже без необходимости рыскать по всем этим закоулочкам, узнавать все секретики, а вось что-нибудь, да, свалится с обыкновенных игроков. Но бои с ними, что важно отметить, бои с ними сами по себе достаточно напряженные. Дело в том, что этого я убил достаточно спокойно, тупо из-за разницы в уровнях. У меня 25, а у него 11. Если сражаться с игроком примерно равного уровня, то все получится далеко не так просто. Дорогие друзья, НИО появится в этом году. Ну, я надеюсь, что уже появится в этом году. Тату релиза не перенесут. И, наконец-то, этот долгострой видит свет. Игра по альфа-версии произвела крайне приятное впечатление. Произвела крайне приятное впечатление, во-первых, мироустройством в стиле Dark Souls. Подобный геймдизайн мне очень импонирует. Во-вторых, стилистикой древнеяпонской. В-третьей, боевой системой, которая понемногу развивается. Три стойки, это очень хорошо. Во-вторых, здесь есть катаны, в конце концов. Это тоже классно. Ну, и Диаблоэлемент. Диаблоэлемент, подбор экипировки, необходимость выбивать из врагов вещи, подбирать все это, потом примерять на себе. Все это очень хорошо. К минусам. Да, в этой игре есть очевидные минусы. Во-первых, это отсутствие прямого соревновательного мультиплеера. Отсутствие возможности вторгаться в чужие миры. Возможно, будет в полной версии. Посмотрим. Ну, вот, сражаться с ботами, оно прикольно. Но, все-таки, какого-то морального удовлетворения ты от этого не испытываешь. Есть кооператив, это хорошо. Но вещи ломаются. Вещи ломаются все. Вот мы немного побегали. И вот синяя полоска под пиктограммой моего топора значительно просела. Когда она просеет до самого конца. Если у меня не окажется точильного камня, все. Топор придется выбрасывать на помойку. По крайней мере, как его восстанавливать, чинить. В альфа-версии я, опять же, не нашел. С броней все еще хуже, поскольку она выходит из строя достаточно быстро. Ее точильным камнем не починишь. И приходится ее просто выбрасывать, надевать что-то новое. То есть, на данный момент вот такие вот недостатки вижу я. Ну, к ним еще, конечно, прибавится. Возможно, прибавится сюжет, который здесь не слишком заметен. В этой игре все сделано толково. И придраться к чему-то не получается. Игра альфа-версия увлекла настолько, что я за ней провел двое суток. Двое полных суток. И после нее испытываю могучее желание вернуться. Что-нибудь еще сделать. Кого-нибудь еще убить. Запинать. Побегать. Просто повысить уровень. Вот есть здесь какая-то вот такая определенная магия. И она мне, да, определенно нравится. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилась игра, ждите. И оставайтесь с нами. Будем держать в курсе дальнейшего развития событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!